Здравствуйте, уважаемые участники! Это вкусно и очень гостеприимные люди, и спасибо вам большое! Меня зовут Жесткова Екатерина, я живу и работаю в городе Москве, я поведенческий аналитик и работаю в Москве в детском центре, который применяет прикладное на расповедение как основную методику для абилитации детей с расстройствами аутистического спектра. И в своей презентации я хочу поделиться с вами нашим опытом работы, то, как мы в нашем центре применяем поведенческие контракты или поведенческие договоры, и что обычно из этого получается. Итак, технология, не сказать, чтобы очень новая. Когда-то люди не умели договариваться, им было сложно взаимодействовать друг с другом, и они решали свои проблемы при помощи дубинок или других силовых методов. Но когда-то люди научились договариваться друг с другом, и это стало более эффективным способом регулировать поведение друг друга через договор. Впервые термин «поведенческий контракт» упомянулся в литературе в 1966 году и означал письменные договоренности относительно поведения друг друга. В 1973 году это стало столь популярно, что в университете Северного Техаса была образована целая служба, которая помогала студентам справиться с каким-то сложным поведением. И очень известный случай Джины. Джина работала психологом в школе, и вот уже три года бедная Джина не могла закончить свою магистерскую диссертацию, потому что, ну знаете, то одно, то другое, то снег, то дождь, то голова болит, то кино интересное. И поведенческая служба помогла Джине, составив для нее контракт всего лишь из шести пунктов, который помог ей в срок закончить магистерскую диссертацию и не потерять свою работу, о чем, собственно, у нее уже шла речь. И какое же обоснование, почему мы это делаем? Мы себе пирамиду целей работы с ребенком сразу представляем следующим образом. Сначала мы должны провести коррекцию проблемного поведения, потому что если у ребенка в репертуаре есть проблемное поведение, это так мешает ребенку, это так мешает семье, что все остальное делается не таким уж и важным. Это может все померкнуть на фоне того, что ребенок повреждает себя, или у него агрессия, или какое-то другое мешающее поведение. Затем для нас очень важны адаптивные навыки. Это навыки, которые помогают ребенку быть самостоятельным. Это такой класс навыков, о котором мы говорим, что если ребенок не делает это сам, то кто-то это делает для него или за него. И когда на этих уровнях у нас все хорошо, приходит черед работы с академическими навыками. И это соотносится с нашим этическим кодексом, потому что наши клиенты имеют право на эффективное вмешательство, мы его организуем для них, и на каждом из этих уровней мы можем использовать в работе поведенческие контракты. Теория очень простая, и я скажу о ней очень коротко. Один из основных принципов, который мы очень часто используем, это принцип примака, размещение высокого мотивационной деятельности после низкомотивационной. Если муж говорит мне, пойдем кататься на велосипедах, и я скажу, нет, мы не пойдем, мы будем, я не знаю, перекладывать зимние вещи на чердак, у него может случиться проблемное поведение. Поэтому я так не делаю, я делаю по-другому, используя принцип примака, говорю, сначала мы убираем вещи на чердак, а как только мы уберем вещи на чердак, мы сразу идем кататься на велосипедах. Также мы работаем с детьми, дети говорят, мы хотим кататься на качелях, мы говорим, не вопрос, сначала жетончики или небольшое задание, потом качели. Кроме того, договор может использоваться как правило, которое регулирует поведение. Это очень адаптивная штучка, например, вам скажут, в библиотеке шуметь нельзя, и вы не шумите в библиотеке, потому что это правило, в библиотеке шуметь нельзя. И не нужно, чтобы кто-то вас выводил с позором из библиотеки, потому что вы шумели, чтобы вы научились, как нужно вести себя в библиотеке. У вас есть правило, и вы следуете правилу. Если договор сделан письменно, то он работает как подсказка для хорошего поведения. Он может быть размещен где-то, где все участники могут с ним ознакомиться, и он подсказывает, как себя вести, поэтому мы не говорим, не кричим, ты не кричишь, мы говорим, ты ведешь себя тихо, мы не говорим, ты не дерешься, мы говорим, ты держишь руки на месте и так далее, подсказывая хорошее поведение. И здесь у нас есть Биллиам Хьюард, автор нашего замечательного справочника «Прикладной анализ поведения», с которым все тут радостно фотографируются уже второй день. И в этом справочнике есть определение контракта, это документ, устанавливающий четкую связь между выполнением конкретного действия и предоставлением последствий. Это можно прочитать в этом справочнике. Итак, каковы же признаки того, что вы используете поведенческий контракт? У вас четко и точно описано поведение. Это не счастье, не разочарование, это не фрустрация, это точно и четко описано топографическое поведение. Точные, четко зафиксированные последствия, что будет если. У нас есть такое понятие обусловленность отношения вида «если то», если я веду себя так-то, то я получаю такие-то последствия, «если я веду себя иначе», то последствия другие. Я вам очень советую зафиксировать это все, текст, картинки, чтобы легко можно было достать этот документ и свериться, увидеть что-то. И желательно, крайне, чтобы все окружающие были вовлечены в эту веселую поведенческую игру и присоединились к вашему договору. Договора бывают разные. Это может быть устный договор, но мы рекомендуем всегда использовать письменный. Договор обсуждается, и только лишь в крайних случаях может быть составлен договор, не подлежащий обсуждению. Вы можете заключить договор индивидуально или какой-то стандартный договор для группы. Можете сделать это публично или лично, без привлечения других людей. И договор может быть ориентирован на результат и на процесс, так, как это необходимо сейчас. Итак, нам необходимо описать участников, описать задания в манере кто, что, когда, как, какие последствия будут для того или иного поведения и как будут записываться данные, потому что без данных нет прикладного анализа. Нету данных, нет прикладного анализа. Как это выглядит? Мы можем договориться, что ребенок собирает портфель в школу, а в пятницу на ночь можно пригласить друга из школы. Этот контракт так себе, он не очень, и вы можете здесь увидеть много-много всяких ловушек, лазеек для обеих сторон, которые могут нарушить контракт. Если мы опишем его в манере кто, что, когда, как, то получится следующее. Кто, Петя, собирает портфель в школу, когда вечером предыдущего дня из опыта работы со своим сыном, который собирал портфель, не очень хорошо, я бы дописала здесь еще до 22.00, потому что 23.55 это тоже сегодня. До 22.00. И как? Когда я стала пробовать это сделать у себя дома, я обнаружила, что мой сын складывает в портфель просто все, что у него есть. Он брал все учебники, все тетради, все ручки, физкультурную форму и помещал это в портфель. Это было прекрасно, портфель весил 10 килограмм. Поэтому качество выполнения работ мы оговариваем. В портфеле есть учебники, тетради, пенал, бутылка с водой, форм для физкультуры. Теперь нам нужно оговорить наше поведение. Кто, мама или папа, что делает, разрешает пригласить друга на ночь, когда, в пятницу или в субботу. Что они будут делать? Можно поделать это или это и получить 1 литр лимонада. И очень здорово предусмотреть форс-мажор, потому что если друг заболел ветрянкой и сегодня не приедет, чтобы избежать конфликтной ситуации, нарушения правил контракта, предусмотреть форс-мажорные обстоятельства. В литературе приводится очень много примеров. Это и снижение веса, кто интересуется. Избавление от курения. Можно улучшить спортивную форму через физические упражнения. Вот интересно, как работали коллеги, налаживая отношения между родителями и детьми. У них было условие, что родители еженедельно звонят консультанту и получают консультации. И когда родители нарушали условия контракта, их слегка штрафовали. Также в супружеской жизни это может применяться. И когда с группой супругов, которые планировали разводиться, работали и предложили им отслеживать количество агрессивных высказываний в адрес друг друга, позже они сами отмечали, что это было удобно и результаты были лучше. Ну и, конечно, академическая успеваемость. И особенно в начальной школе это работает очень хорошо и может изменять поведение детей как и в отношении правил поведения, так и в отношении проблемного поведения. Что еще можно использовать вместе с договором? Мы часто это делаем. Мы используем жетонные системы поощрений. Это очень удобно и эффективно. Мы используем интенсивный тренинг функциональной коммуникации. Простым языком говоря, это просьба, когда ребенка учит просить. И много раз мы видели, как дети, которые хорошо разговаривают, разговаривают предложениями, не могут попросить какие-то вещи о взаимодействии, о помощи и так далее. Оценка предпочтений, функциональный анализ, процедуры обобщения. И мы часто используем моделинги и видеомоделинги. Вопрос. Что нужно сделать, чтобы контракт работал? Во-первых, целевое поведение должно присутствовать в репертуаре, то есть ребенок должен уметь это делать. Если сейчас он не умеет это делать, то будет очень сложно выполнить условия контракта. Есть ли ясный стимульный контроль в той среде, где планируется поведение изменить? Можем ли мы наблюдать поведение и оценивать его результаты? Вообще, возможно ли для ребенка соблюдать пункты договора и ждать, спокойно ждать, когда накопится какое-то поощрение для обмена? И согласен ли он вообще заключить договор? Согласны ли все участники? Нет ли у них ненужных эмоциональных реакций? И есть ли у вас ресурсы, время, силы, способы для записи, чтобы мониторить поведение и предоставлять последствия? Итак, договор должен быть справедливым. Несправедливый договор – это договор, составленный в пользу интересов взрослых. Четким и понятным. Договор должен быть честным. И если какое-то поведение не предусматривается этим договором, то прежде чем вы начнете регулировать его вашим договором, нужно изменить договор. Он открытый, он находится известно где и может быть изменен по желанию сторон и самое главное – вовремя прекращу. Когда-то это станет ненужно, когда-то поведение наладится, успеваемость улучшится, и это станет ненужно. И также мы часто используем многоуровневые подкрепления. Если поведение какое-то сложное, тяжелое или опасное, вы можете предусмотреть штрафы. Большая просьба. Дальше у нас будут всякие видеопримеры. Не переснимать с экрана видео, потому что родители дали разрешение только на демонстрацию. Итак, мы сейчас поговорили о том, что это такое, и о теории, которая лежит. И непонятно сейчас, как это сделать. Какой совочек взять, как им копать. И поэтому немножко о том, как мы это выполняем. Мы используем визуальную поддержку. Спрашивать, с какого возраста для ребенка можно вести контракт. В нашем центре есть мальчик с диагностированным синдромом Аспергера. Ему 4 годика. Он очень хорошо разговаривает. Он разговаривает длинными предложениями, описывает причинно-следственные связи, знает очень много об окружающем мире и очень плохо себя ведет. Его мама, его учителя и воспитатели постоянно жалуются на то, что он ведет себя плохо. Мы сейчас не учим его читать, это наша позиция, он еще слишком мал. Поэтому мы для него составили контракт в картинках. И у него есть добрые дела, он может выбрать добрые дела. Каждое доброе дело стоит какое-то количество звездочек, и он может разместить сам эти звездочки, когда выполнит это дело, и обменять это на какую-то награду. Чудесная визуальная поддержка для контракта – это планшетка «Сначала, потом», которая может превратиться в планшетку «Сначала, потом», «Сначала, потом, потом», и из этого получается визуальное расписание. Итак, сначала зарядка, потом мы читаем, потом играем в дженгу, а потом свободное время. Визуальная поддержка может содержать дела, которые нужно выполнить в течение дня, и их порядок. Всегда можно свериться, что сделано, а что нет. Мы включаем в контракты тактики управления собственным поведением, когда человек может сам отслеживать свое собственное поведение и делать заключение о том, какое оно сейчас. Очень распространенные такие планшетки для занятий. И ребенок отмечает, каково было его поведение. Сидел ли он красиво, поднимал руку, чтобы ответить, смотрел на учителя, выполнял задания, или все было совсем не так. Итак, отдельный педагог, отдельный ребенок отмечает, как он себя вел, сидел тихо, не сидел тихо, смотрел на учителя, не смотрел на учителя, и подсчитывает баллы, которые он заработал. Также мы очень активно используем видеомоделинги. Иногда педагогам кажется, что это сложно, на самом деле это очень-очень просто. Как это делается? Вы можете снять очень короткий видеомоделинг, буквально несколько секунд, в пределах минуты. Педагог вместе с ребенком просматривает видеомоделинг, а затем разыгрывает это как ролевую игру на практике. У нас был мальчик, мы занимались с ним, и для него мы делали видеомоделинг, что я могу делать, когда я зол, потому что до этого он мог делать, когда он зол, кричать и драться. И мы с ним учили, что можно делать, когда он зол. И следующий видеомоделинг был, если кто-то грустит, то что я должен сделать, когда кто-то грустит. И он просматривает видеомоделинг, на котором рассказывается, что можно сделать, если ему грустно, или если он зол. Так, супер. Андрей, что с тобой? Я очень злой. Чтобы тебе стало полегче, ты сейчас можешь полежать, подышать или попить водички. Я попью воду. Давай, вот смотри, она у меня тут. Ну-ка, тебе полегче стало? Да, не совсем легче. Ты справился со своей гластью. Если вот такой ластик. Так, давай. Ты тоже очень, как такой ластик. Иногда педагоги не используют видеомоделинги, им кажется, что это очень сложно, очень сложно. Но мы решаем это множество проблем с помощью видеомоделингов. Например, у нас есть девочка, которая, когда по контракту получает минус, она очень сильно огорчается и кричит и плачет. И для нее сняли видеомоделинг, что я получаю минус и остаюсь спокойной. Это два педагога, один из которых моделирует поведение ребенка. И мы снимаем это для того, чтобы впоследствии ей показать. Ты сидела красиво? Да. Нет. Минус. Ты сидела за партой? Да. Молодец. Умничка. Плюс. Ты выполнял задание? Да. Умничка. Плюс. Ты сидела тихо? Да. Нет. Минус. У тебя два минуса, а должно быть четыре плюса. Баллов не будет. Но в следующий раз будут все плюсы и заработаешь 10 баллов. Хорошо. Хорошо. Молодец. Ты такая спокойная. Умничка. То есть вы потратите на это одну минуту времени и получите прекрасный обучающий инструмент. Мы используем в видеомоделинге очень-очень часто. И теперь примеры. Это пример из нашей работы. Мы работали с мальчиком Мишей. Миша 15 лет. Его диагноз раз – умственная отсталость. У него нет тяжелого проблемного поведения, но Миша все делает очень-очень медленно. Он медленно сидит на стуле, долго смотрит вдаль, качается, ничего не пишет. И когда начинает писать, если за окном летит птичка, он снова перестает писать. Мы ввели очень короткий поведенческий контракт, который регулировал правила посещения бассейна. У нас было очень важное примечание. Поведение не было тяжелым, не было опасным. Миша очень любил бассейн. И мы решили, что Миша идет в бассейн в любом случае. Но мы только регулируем время, которое он там может провести, в зависимости от его поведения. Ему составили планшетку визуальной поддержки. Всего он мог заработать 120 баллов за три часа. И баллы распределялись в группы нормально, хорошо и отлично. А за какое поведение он получал, то есть как распределялась награда. Если он был на светло-голубом фоне, он купался в бассейне 30 минут. Если на более темном фоне купался 60 минут, это все время, которое нам позволяли там быть. Но если он находился на уровне отлично, ему позволяли попрыгать с трамплина. Это был дополнительный бонус. И его поведение улучшилось значительно и довольно быстро. Светлые кружочки – это количество раз, когда он отвлекался. И темные кружочки – это количество, когда мы отмечали, что он вовлечен в выполнение задания. Это более сложный случай. Максим на момент работы с ним, ему было 10 лет, он учился во 2-м классе общеобразовательной школы и успевал усваивать академическую программу. Однако мама жаловалась на то, что он все делает очень медленно, грубит, не обращается ко взрослым на «ты», говорит неприятные слова, и она не может с ним договориться. Когда мы начали работать с Максимом, мы увидели в его репертуаре матерную брань. Он ругался часто и много, отказывался от сотрудничества, грубил детям и взрослым, дрался, и, что самое страшное было, он убегал. Здесь первая попытка начала работы, и там, где он ругается матом, это заменяет специфическим звуком. Вот знаете, что это за слово? Он спрашивает и ругается дальше матом. Это плохое слово. Итак, функция поведения оказалась комплексная. Там было избегание требований и привлечение внимания. И так как поведение было опасным, мальчик убегал и бродяжничал вокруг лагеря, в котором мы жили. Вот этот контракт вошел в состав более сложного и комплексного вмешательства. Кроме того, нами была применена тактика свода правил. Мы не обсуждали контракт, это был свод правил на день. И первый контракт выглядел вот так. И мы, составляя этот контракт, это был один из наших первых опытов, мы допустили ошибку. И вы увидите, что обращение ко взрослому на В 1 балл, а каждое хорошее слово включая неизменение 1 балл, и каждое плохое слово минус 1 балл. Это кончилось тем, что Максим ходил по лагерю с записной книжкой и карандашиком, подходил к педагогам, обзывался, потом говорил, извините, пожалуйста, обращался на В и протягивал блокнот, чтобы ему поставили плюс 1 балл и расписались. Это была наша ошибка. И нам пришлось изменить эти правила. И впоследствии мы меняли правила в зависимости от изменения его поведения. Мы никогда не сдаемся, мы продолжаем пытаться изменить окружающую среду, чтобы изменить поведение, изменить жизнь к лучшему. И пятые правила уже усложнились очень сильно. И включали академические задания. Включали маму, которая уже тоже могла давать задания, давать поощрения за выполненные задания и накладывать штрафы. И мы ужесточили штрафы за агрессию и за вербальную агрессию, особенно в отношении детей, потому что он взрослый, а с нами жили гораздо более маленькие дети. И через три недели мы получили вот такое, наверное, поведение. Мы сейчас будем говорить по очереди. Сначала его, потом Максим. Вопросы будем поднимать. Окей. Today we're going to talk about things and what can you do with them. What can you do with them? I can call. I can call. Jill? I can call. I can call. I will ask two questions now. What can you do with them? I can play. I can play. I can write. I can write. What can you do? I can play. Play. Nice job. What can you do with this? One, two, three, four, five. Он считает, сколько у него плюсиков. Two, one, four, five. Keep going. What can you do? What? Okay. Особенно ценным мне всегда интересует, что бывает после того, как такие интенсивные программы заканчиваются, и результат был очень приятный для нас. Полгода спустя мама написала на Фейсбуке, что она привела Максима в кружок по выжиганию, куда его не хотели брать, пометуя о его ужасном поведении в прошлом году. Но учитель рискнул, они договорились и была приятно удивлена улучшившимся поведением ребенка, и он смог ходить в свой любимый кружок. Максим приезжал к нам еще раз, и подробнее можно почитать у нас на сайте, там описан следующий этап работы с Максимом. Следующий мальчик, замечательный мальчик, ему 8 лет, он учится в первом, на момент начала работы, учился в первом классе ресурсного класса по программе 8.2, это российский образовательный стандарт, означающий, что ребенок потенциально способен освоить общеобразовательную программу. Максим очень много знал и умел, и отставания в развитии навыков не было, но было очень много проблемного поведения. Он кричал, падал на пол, потом полз по полу, бросался предметами, и навязчиво повторял фразу о том, что у него что-то болит. Болит рука, болит глаз, болит нога, просил помазать, попрызгать, перевязать, что-то еще сделать. Несмотря на тщательное медицинское обследование, никаких нарушений не было выявлено, и, по всей видимости, исходя из данных наблюдений, ведущая гипотеза была отказ от выполнения требований взрослых, и он мог себя вести примерно вот так. Слушай, Лерка, только спокойно. Ура! Припала! Арина, врачи падают! Это очень обидно было, потому что он учился в обычном классе, он осваивал школьную программу, но мы не могли привести его в класс. Если бы он там так себя вел, нас бы попросили уйти и не пустили бы потом назад. Мы начали применять такую тактику. Мы вводили его на урок, начиная с двух последних минут, на 42 минуты урока, 2 минуты и он уходит, 40 минут, 4 минуты он уходит, и постепенно довели до того момента, когда он пребывал в классе все 40 минут, и одновременно мы начали разработку контракта. Первый контракт начально выглядел вот так. Паровозы – это предметы его специфического интереса. 40 минут – это 20 паровозов по 2 минуты. Хорошо себя ведешь на конец интервала, закрашиваешь паровоз зеленым, в случае неудачи – красным. Потом они вместе с ютором считали эти паровозы зеленые и меняли их по курсу «Один вагон, 30 секунд видеоигры». Обязательно описать хорошее поведение, ведет себя тихо, сидит на своем месте, выполняет задания, слушает учителя, смотрит на него. Опять же, про «Никогда не сдавайтесь». У нас есть такие люди, которые говорят, мы попробовали Аба, да не вышло. Надо было попробовать еще раз, и еще раз, и еще раз. И были такие дни, когда практически все паровозы были красными, и совсем немного он получал бонусов, но ситуация изменялась, и вскоре он находился в классе весь урок без проблемного поведения. Это продолжительность его пребывания в классе без проблемного поведения, которая просто дошла до 40 минут и там зафиксировалась. К работе подключилась мама, она вводила домашние планшетки, поведение с утра, поведение после обеда, домашние задания, и ситуация тогда резко улучшилась. Еще они стали собирать галочки для субботнего приза и с большим удовольствием ходить в разные интересные места. Его проблемное поведение не снизилось сразу до нуля, это не было просто, но к концу учебного года практически мы вышли на отсутствие проблемного поведения, и он смог обучаться смешанными блоками. И вы знаете, что для того, чтобы ребенка учить смешанными блоками, есть такое требование, он ничего не трогает на столе, иначе не получится, видите сами, сколько у учителя материалов на столе. Но он смог... Что нужно, чтобы спеть на сцене песню? Хорошо. Это? Что есть на улице? Деревья. Что есть на улице? Что есть в классе? Отлично. Покажи, где испуганный кот. Отлично. Одеяло и... Кровать. Хорошо. Это? Кошь. Супер. Что есть на улице? Деревья. Круто! Ладышки, бабушки, где были? У бабушки, штал, ели-кашку, штал, фили-кашку, штал, ели-кашку, штал, фили-кашку, все будет. И последний клинический пример, о котором я хочу вам рассказать, это наш любимец Алексей. Он попал к нам в поле нашего зрения, когда ему было 9 лет. Он учился в ресурсном классе по программе 8.2. Это российский образовательный стандарт, общая образовательная программа. Умел читать, писать, вел себя очень плохо. Были многочисленные жалобы на его плохое поведение дома и на улице. К сожалению, это была агрессия и самоагрессия. Он дрался и бил себя кулаком, рвал тетради, кричал и выкрякивал слова и фразы, и ложился на парт и ничего не делал. Примерно вот так. Поднимайся. У нас сейчас что? Прочитай, что написано. Прочитай. Такого поведения было очень много. Это доходило до 30 эпизодов в течение школьного дня. Он весил на тот момент больше 100 килограмм. Он очень крупный и сильный мальчик. И когда он ложился на пол, его не мог поднять тьютер, его не могли поднять два тьютера, его не могли поднять все тьютеры, которые есть в классе. И оставалось только работать с ним поведенческими методами. И поведенческий контракт вошел в состав более сложного вмешательства. Описали задания для школы, для дома. Родители приняли очень активное участие. И мы начали применение контракта. Леша спокойно занимается. Это значит, вы описываете подробно. Дома Леша спокойно учит уроки и помогает по дому. Описываете подробно, что это значит. И заканчивает задание не позднее 21.00. Это мой родительский опыт, зная задания до часу ночи, которые делаются. И дела домашние на выбор. Награды. У него было очень много наград. Вот этот список составили его родители. Они составляли его две недели, но они его составили и распределили по уровню привлекательности. У нас, кстати, была очень трогательная история. Леша очень любил голубей. Но мы никак не могли получить доступ к этим голубям, потому что это Новосибирск. Это Сибирь, зима. И нету голубей на улице, очень холодно. И мы написали в социальной сети, что есть такой мальчик с аутизмом, очень любит голубей. И через неделю у нас были ключи от четырех голубятин, которые нам дали хозяева и разрешили приходить общаться с голубями. Мы использовали визуальную поддержку контракта. Леша сам, где вот кривенькие галочки, это он ставил сам, отмечая свое поведение. И через некоторое время поведение улучшилось, но у нас возникла такая сложность. Он много что хотел, а использование неэффективных поощрений – это одна из главных ошибок прикладного анализа. Когда говорят, подкрепляем его поведение. Как подкрепляете его поведение? Даем мишке Барни. Сколько даете мишке Барни? Полгода. Ну понятно, что поощрение потеряло свою ценность и больше не работает, и нужно что-то другое. Поэтому мы постоянно искали способ наладить с ним контакт и выяснить все-таки, что ему нравится больше, а что меньше. Это картинки с поощрениями. И он выбирает от самых привлекательных к самым средненьким. Качество эпизодов проблемного поведения снизилось очень сильно, и к концу учебного года мы с уровня 30 эпизодов в день вышли на уровень 24 эпизода в неделю. И дальше мы занимались генерализацией, у нас был чат в WhatsApp, и где бы Леша ни находился, и если начинался эпизод проблемного поведения, тот, кто был с ним, отмечал, что начинается эпизод, и в нашу команду вступил тренер спортивный, и родители, и тьютер, и Леша. Мы наблюдали за его поведением день и ночь. И вот как он закончил год. Еще один пример. И это наше большое достижение. Леша инклюзируется. Леша инклюзируется в свой регулярный класс. Это класс с малой наполняемостью, но тем не менее он там находится один, это учитель. Леша поднял руку, она проверяет задания, и теперь он должен сам пойти в ресурсный класс. Не 100% чистое исполнение, но он идет сам. На втором году обучения мы столкнулись с проблемой, что поощрения все чаще и чаще менялись. Было очень сложно подобрать такие поощрения, которые ему нравятся, и он стал старше. И по согласованию с родителями мы решили ввести в контракт деньги, потому что Леше очень нравится копить и очень нравится ходить в магазин и самому себе покупать то, что он выбрал. И теперь договор у него чистейший, составлен, он сам стал сложнее. По принципу «кто, что, когда, как» он включает поведение тьютора, поведение родителей, учителя и Леши, и все честно подписывают контракт и соблюдают его. Леша читает контракт, и затем он его подписывает. Кто? Алексей Германович. Что делает? Занимается, выполняет задания. Когда на уроке «как» сидит красиво, сидит тихо, слушает учителя, смотрит на учителя, сидит в очках, фото на зеленом зоне, выполняет задания. Кто? Алексей Германович. Что делает? Считает баллы, получает награду. Когда? После урока. Как? За каждую галочку получает один рубль. Лица, да. Леша. И Ирина Михайловна. По окончанию урока Леша считает галочки. Вы знаете, Леша сейчас ведет себя так хорошо, что он повадился делать следующим образом. Он берет галочки и расставляет их подряд. Все поведение было хорошим, не глядя и не отмечая ничего. И мы ввели такие карточки, отвлекающие карточки. Там есть карточка «Жонглировать и танцевать». И он должен внимательно смотреть на планшетку и отмечать только те виды поведения, которые у него на самом деле были. Отмечает поведение, сравнивает. Семь галочек, семь галочек. И меняет их на две. Считаем. Раз, два, два, четыре. Теперь молодец. Когда он начал ходить в магазин, появилось очень много дополнительных навыков, которым нужно его обучать. Что сколько стоит, чтобы он мог выбрать, чтобы он следил за тем, сколько у него денег. И его учат определять в рамках использования контракта, что сколько стоит. Молодец. Молодец. Хватит 50 рублей. Хватит. 50 рублей хватит. Положи, куда подходит. И Леша сейчас успешно обучается со своими одноклассниками в регулярном классе. Ситуация очень спокойная. Мы продолжаем наблюдать, потому что он все еще очень большой и стал еще больше и очень сильный. И важно, чтобы он вел себя хорошо. Из-за чего может не получиться? Может получиться, не получиться, когда вы неправильно определяете уровень функционирования ребенка. Когда вы считаете, что он знает и умеет больше, чем это есть на самом деле. Или когда наоборот, он знает и умеет больше, но его уровень развития навыков недооценивается. Ваш враг – это длинное словесное объяснение. Ты понимаешь, что так вести себя нельзя, потому что хорошие мальчики или хорошие девочки так себя не ведут, потому что мама. Это, как правило, непонятно и, как правило, не изменяет поведение ребенка. Он продолжает плохо себя вести, несмотря на то, что вы часто объясняете. Неактуальные подкрепляющие стимулы. Ребенку это не важно, ребенку это не ценно, и он не станет стараться для того, чтобы получить эти печенья, которые он больше не хочет. Избегайте, пожалуйста, несправедливых контрактов. Несправедливый договор – это такой договор, который преследует интересы взрослых и мало учитывает интересы самого ребенка. Контракт составляется в первую очередь для того, чтобы улучшить качество жизни ребенка и расширить его окружающую среду. И за исключением крайних случаев, когда речь идет о безопасности, избегайте односторонних изменений условий контракта. Это нужно обсуждать, договариваться и подписывать. А мы желаем с Лешей вместе, желаем вам успешного применения контрактов, чтобы ваша жизнь стала лучше, ваши дети хорошо себя вели, а вы имели возможность гулять, отдыхать и ходить в кино. Спасибо большое. У нас к вам есть пара вопросов. Хорошо. Мы были бы рады, если вы на них ответили. Первый вопрос. Мой ребенок боится зайти в лифт. Как перебороть этот страх? Есть множество способов, как с этим можно справиться, но есть условия. Это нужно делать постепенно и нужно быть очень спокойным и немножко настойчивым. Возможно, сейчас стоит только подойти к лифту и постоять около него. Возможно, стоит посмотреть видео, как другой мальчик едет в лифте и как его за это хвалят. Возможно, дописать социальную историю, что люди ездят в лифтах, лифт, это не страшно. Возможно, договориться, что он пройдет в лифте только один этаж. Только лишь один этаж и сразу выйдет. И только после того, как он научится находиться в лифте, кстати, вы можете попробовать надеть на него наушники, может быть, его беспокоит шум. Только после того, как он научится спокойно находиться в лифте, вы сможете договариваться о том, что если ты едешь в лифте, то ты получаешь свои баллы или свои плюсики. То есть сначала его обучают этому поведению, постепенно, не спеша. А потом может оно быть введено в контракт. Спасибо большое. Еще один вопрос касательно методики, о которой вы рассказывали. Правильно ли понимаю, что по методике, о которой вы рассказывали, нежелательное поведение полностью игнорируется родителям? Или как это происходит? Я вам хочу сказать, что без родителей обычно ничего не получается. Что это условия работы в прикладном анализе поведения и условия успешности программы, это участие родителей, которые с нами работают как одна команда. И поэтому в каждом конкретном случае мы договариваемся с родителями. Во-первых, мы спрашиваем их, что для них приемлемо, что они согласны делать, и из того, что для них приемлемо, а для того, что из того, что они согласны делать, или из того, чему мы их научили, мы выбираем какие-то приемлемые стратегии. Поэтому сказать, что родители игнорируют проблемное поведение ребенка не совсем корректно будет. Они действуют согласно плану, который им вручили, и который их научили делать. Еще один вопрос. Кто может составить правильный контракт для ребенка и следить за его правильным выполнением? Я не знаю, как здесь устроена. У нас очень популярная услуга – дистанционное сопровождение семей, например, по скайпу, когда поведенческие аналитики помогают разработать программу или применить какие-то методы, и потом консультируют по ходу их применения. Но я знаю, что у вас здесь тоже есть центры, и я уверена, вас могут проконсультировать, как это сделать. Еще два маленьких вопроса. Давайте. Как отвлекать ребенка в общественном транспорте? Постоянные истерики и крики. Ребенку 4 года. Смотрите, я не знаю, как здесь устроено. Я скажу, как в Москве. Это проблема, когда пробки. Да, ребенок сидит в пробке, троллейбус, он стоит и час, и два. И мы просим всегда иметь с собой набор занятий, каких-то набор занятий, что можно сейчас в транспорте. Например, почти всегда можно аудиосказки. То есть ребенок слушает в наушниках аудиосказку. Он может иметь с собой какую-то свою любимую игрушку, чтобы ее пообнимать. И вы всегда должны быть готовы выйти, часть пути пройти пешком и вернуться в транспорт до тех пор, пока вы учите его ездить в транспорте. А технология будет похожая на лифт. Мы сначала постоим, посмотрим на троллейбус, потом мы пройдем только одну остановку, потом только две. И только когда он научится, вы можете уже добавлять это в контракт. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.